Всем привет! Меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23. Канал посвящен лодкам, катерам, яхтам, ремонтам, тюнингу, обслуживанию, тентам и многое-многое другой тематики, связанной с подобным видом отдыха. Не забывайте подписаться на канал, для того, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, ставьте колокольчик, и тогда уведомления будут вам приходить в автоматическом режиме. Нравятся ролики, ставьте лайки, и в этом случае они будут более активно продвигаться Ютубом. Ну, а сейчас я расскажу вам о катере, о катере, который только что был у нас в ремонте. Катер российский, достаточно интересный, интересный в первую голову в связи с своей ценовой политикой, то есть стоимость данного катера составляла, со слов владельца нового, 350 тысяч рублей, что, в принципе, даже если сейчас цена ушла в связи с ростом цен на материалы, если данные катера делаются, что не факт, но на просторах интернета и на просторах рынка, однозначно вам может такой катер попасться. Я не знаю, не разбирал конструктив катера внутри, такой задачи у нас не было, мы проводили его наружный ремонт. Поэтому я не могу вам сказать о том, как он устроен, насколько качественно он сделан изнутри, с точки зрения матриц, с точки зрения безопасности и всех остальных вопросов. То есть этой информации я не обладаю. Для этого надо очень серьезно копать лодку, с данным случаем необходимости в этом не было. Необходимости в этом не было. Здесь производился ремонт днища с последующей покраской, не обрастающей краской. Про этот есть отдельный ролик, вы можете посмотреть его у меня на канале. Вот буквально я его выложил только что. Поэтому ситуация, которая вот сейчас складывается конкретно, то есть катер полностью готов. И когда я снимал последний ролик, я обещал, что если я успею до сдачи катера владельцу рассказать о нём, показать, то я это сделаю. Я не являюсь никаким образом, не имею отношения к компании, которая производит данные лодки. Нравится она мне или не нравится, это тоже отдельный вопрос, поскольку для меня этот катер, ну как бы, несмотря на то, что он достаточно интересный, ну это не моя лодка. То есть я сторонник нормальных катеров, то есть это американские и европейские катера. То есть в принципе я не сторонник вообще российского производителя катеростроения. Однозначно. Потому что даже порой при всей видимости классной лодки, то есть это всё равно, ну то же самое, что сравнивает Запорожец с Мерседесом. То есть, ну по большому счёту. Причём это относится почти к 90, наверное, процентам. То есть, ну не нравятся мне наши лодки. То есть, ну ничего не могу сделать. Вот. Не то, что не нравится, а просто, ну, когда начинаешь, вот, когда, если вот лодки приходят новые, это всё хорошо. Обычно всегда всё хорошо. Но когда в процессе эксплуатации начинаешь сталкиваться с проблемами, которые вырастают у той или иной лодки, независимо от того, как классно она не смотрелась, вот это настораживает. Это настораживает однозначно. Учитывая, что подобных проблем, допустим, у американцев катеров не бывает. То есть, но давайте вернёмся к катеру Wimpel 5400 MC, который вот сейчас находится в зале меня. Итак, это Хартоп. Хартоп это само по себе интересное решение для российского производителя. Потому что очень мало лодок, которые выпускаются в виде закрытого полностью Хартопа. То есть, имеется в виду, это не только удлинение крыши, а ещё выход на нос, выход на корму, закрытый дверями. То есть, полностью весь Хартоп представляет из себя полноценный Хартоп. Это достаточно дорогое решение для производителя, потому что это требует дополнительного количества деталей, дополнительного количества элементов. И то, что производитель данного катера на это пошёл, это ему плюс. Плюс большой. Причём, сделано это достаточно нормально. То есть, двери открываются хорошо. То есть, как носовая дверь открывается хорошо, так и задняя дверь открывается хорошо. Со слов владельца, двери не подтекают. Что, в принципе, тоже очень приятный признак. Катер небольшой. Сразу скажу, что катер очень небольшой. То, что он называется Vempel 5400MC, означает, вероятнее всего, то, что его длина максимальная 5,4 метра. Но при этом он имеет очень небольшую осадку. У него очень низкий борт, очень маленькая нижняя матрица. Вот данный катер, когда делался, он в первую голову смотрелся на... смотрелись... завод смотрел на финские катера. Но финские катера, это другие катера. Сравнивать, допустим, Vempel 5400MC с катерами, на которые он похож, ну, это, наверное, даже не близнецы и братья. То есть, это просто настолько дальние родственники, что просто мало не горюй. Это родственники, про которых вы и не узнаете никогда. Но при этом, внешняя задняя компоновка катера напоминает Беллу. Выход на нос, правда, не характерен для Беллы, но это связано с тем, что в данном катере отсутствует каюта как таковая. То есть, у нее есть картоп, но отсутствует каюта. То есть, если вы планируете подобную лодку для своих путешествий, это будет, ну, не совсем комфортно, потому что под картопом места мало, в кокпите места нет вообще и в носовой части можно только половить рыбу. Но, если вы используете катер в качестве средства передвижения, из пункта А в пункт Б, вот как данные катеры используются, то, в принципе, это как раз может быть плюсом для вас. Плюсом для вас может быть почему? Потому что у вас будет полностью закрытая каюта, будет достаточно комфортно находиться в ней в непогоду, потому что передвижение из пункта А в пункт Б подразумевает, что это не только в солнце. Вам не надо думать о тентах в данном случае. В связи с небольшими размерами катера он влезет, в принципе, практически его очень удобно хранить. Он влезет в любой гараж, по большому счету. Ну, не в любой, но в большое количество гаражей он влезет. И, что очень немаловажно, с данного катера с носовой части можно ловить рыбу. К сожалению, только с носовой части, ну, с кормовой части тоже можно, но это будет уже сложнее, потому что места там очень мало. То есть, как его называется, там его практически нет. Но я сейчас сниму камеру, и вы сами все увидите. Но носовая часть, она открытая, здесь можно присесть, здесь находиться, скажем так. Данный катер великолепно подходит в качестве рабочей лошадки. То есть, рабочей лошадки на небольшом все-таки водоеме. Почему на небольшом водоеме? Потому что все-таки высота борта очень маленькая. Водоизмещение катера тоже очень маленькое. То есть, и, собственно, находиться на большой волне на нем будет, наверное, постоянно некомфортно. То есть, вес у него, кстати, тоже небольшой. Но вес небольшой, потому что корпус маленький. Но во всех остальных случаях, то есть, в принципе, это очень будет такой неплохой вариант, например, для озера, или для небольшой реки, или даже для большой реки, потому что вот катер используется на Волге, а Волгу нельзя назвать небольшой рекой. То есть, Волга – это река большая. И, в принципе, используется достаточно успешно. Три года катер постоянно находится на воде. И проблем с ним никаких нет. То есть, владельца, в принципе, он устраивает. В данном случае он идет под мотором Судзуки. Катер идет под подвесной мотор, что автоматически переводит его при российской классификации в разряд моторных лодок. Ну, это, на самом деле, на мой взгляд, не очень правильная классификация. Но, однако, она есть. То есть, все лодки, независимо от своего класса, независимо от своей категории, у которых есть подвесной мотор, называются моторными лодками. Ну, вы все это прекрасно знаете и без меня, то есть, как судоводители. Итак, давайте я сейчас сниму камеру и буду показывать катер или моторную лодку непосредственно, как она выглядит. И что в ней есть, как она устроена. И, в принципе, для того, чтобы вы, в конце концов, не только на меня смотрели, а получить представление о лодке, потому что цель данного ролика это получение представления о лодке в импел 5400 МС. Все, давайте, нажимаем на паузу. Итак, в импел 5400 МС. Катер, сделанный из стеклопластика, имеет форму хардтопа. То есть, это катер-хартоп, у которого, в принципе, открытый нос. Катер не каютный. Катер не каютный. Спальных мест на нем, как таковых, ну, вроде бы есть, но оно все такое условное. И спать, и отдыхать на нем будет некомфортно, на мой взгляд. Ну, хотя, если припрет, можно летом, можно отдыхать, просто даже разложив матрасы на полу, и организовать свой отдых на полу. По корпусу. Вот, посмотрите. Корпус имеет достаточно развитую систему риданов, что, в принципе, очень неплохо. Вот сейчас катер покрашен не обрастающей краской, то есть, поэтому был отдельный ролик. Катер лежит на ложементном прицепе, в данном случае. Ложементный прицеп для данного катера оптимален. Видите, как вот форму. Ложемент великолепно принял форму катера. Вот, смотрите, видите, показываю. То есть, это все очень хорошо. На борту сделан дополнительный бортик. Поскольку борт сам по себе очень низкий, этот, как его называется, это сделано вероятнее для того, чтобы было меньше брызг при движении по волне, по воде. Но, поскольку борт очень низкий, сразу за этим бортиком идет, соответственно, ридан. Не ридан этот, как его называется, привальный брус. Привальный брус P-образный, простой, такой, какой, в принципе, привычно видеть на всех российских лодках. То есть, другими словами, лодка собрана в стык с друг с дружкой, причем не в внутренний стык, а в наружный. И по наружному стыку, да, вот идет матрица. Матрица одна идет вот так, вторая идет вот так. Посмотрим, насколько видны саморезы. Да, саморезы вот они. Это вот саморезы, которые крепят непосредственно корпус матрицы. Они мелкие, но их, в принципе, много. Вот. Они идут где-то, наверное, через полметра. Да, в районе 50 сантиметров. Вот носовой части они только вот что-то, что-то их пустили меньше. То есть, другими словами, конечно, данные саморезы могут держать только привальник, но могут держать и матрицу. Говорю еще раз, я не разбирал данный корпус. Ручаться, как, что здесь сделано, я не могу. На катере имеют развитое лейерное ограждение в носовой части. Вот видите, оно, в принципе, невысокое. Но и достаточное вполне для катера подобного плана. Утки мощные, массивные. Все крепежные элементы сделаны из нержавеющей стали, что очень приятно. На носовой части имеется рундук, якорный ящик, который также скобами из нержавейки крепится к корпусу лодки. То есть, вообще, с виду, вот если смотришь на лодку спереди, она не вызывает отталкивающего ощущения. То есть, она сделана очень гармонично. Она сделана очень гармонично. Сделана красиво. Видите, вот такие вот вставочки из нержавейки, которые закрывают уголок. Этот, как его называется. На лобовое стекло водителя снабжено дворником. Заднее стекло пассажира, соответственно, нет. Ну, пассажиру, в принципе, некуда смотреть. У водителя достаточно, я бы сказал, ну, достаточно хороший обзор. То есть, он видит, в принципе, все. Ему видно, как боковые обзоры для него доступны через хардтоп, так доступен обзор спереди. В случае непогоды или в случае образования брызг, попадания брызг на стекло, то есть, дворник с этой работой справится. Я не знаю, является ли это все дополнительными опциями. Может быть, является дополнительными опциями при покупке катера. Но это приятно. То есть, то, что это есть, это хорошо. Спереди мы видим дверь. Дверь раздвижная. Это дверь неподъемная. Это раздвижная дверь, точно такая же, как задняя дверь, для выхода на вот эту вот площадку носовую. На носовой площадке есть вот такое вот сидение, которое является одновременно рундуком. В принципе, это удобно для хранения вещей. Так, ну давайте пойдем дальше. Ну и что приятно, что приятно. Видите, вот все стыки дверей, то есть, двери, вот обратите внимание, двери сделаны в наклон. И полностью весь механизм крепления закрыт козырьком. Катер имеет верхний люк. Со слов владельца, люк не течет. Я не знаю, не поднимал его, насколько он, как он работает. То есть, он подъемный, либо, допустим, он сдвигается в сторону. Вполне логично, чтобы сдвигался в сторону. Ну, это вот ходовые огни. Поскольку, вероятнее всего, действительно, катер мелкосерийный, у него отсутствуют характерные для крупносерийных катеров специально изготовленные надписи. То есть, все приклеено на ракал. Но это ничего страшного. Это, в принципе, может говорить о том, что просто производитель это сделал так. Больше ничего. Давайте посмотрим на катер сбоку. Вот видите, смотрится очень хищно. То есть, в принципе, смотрится... На воде он будет, конечно, низкий. То есть, на воде он будет смотреться небольшой лодкой. Вот. Потому что... Ну, вот смотрите, где-то... Сантиметров минус пять. Это ватерлиния. От линии покраски необрастайкой. Вот здесь, кстати, отверстие. Я так полагаю, что кокпит у катера самоотливной. Но еще раз говорю, я не изучал его. Я не изучал его. Я не могу ничего сказать. Здесь мы имеем подвесной мотор. Транец подвесного мотора за три года не получил никаких трещин и повреждений при эксплуатации. Вот эти вот накладки, которые сделаны, насколько я понял, это сделано дополнительно и за это платилось отдельно. Но с другой стороны смотреть смысла нет. Вот. Здесь то же самое. То есть он катер абсолютно симметричный. Сейчас я сниму обувь. Вот, кстати, посмотрите, прикольное решение. Я не знаю... Вот решение по креплению двери. Обратите внимание. Да, она будет здесь греметь. Но с другой стороны ее можно подтянуть отдельно еще, допустим. Но вот если это делалось на заводе, то это говорит о том, что производитель более-менее заботился о своем покупателе. Так, давайте я сейчас развиваюсь и пойдемте внутрь катера. Ну вот, смотрите. Как я говорил, кокпит у катера по сути никакой. То есть его нет. Кокпита достаточно только для того, чтобы можно было спуститься и встать. Сразу же начинается дверь. Сразу же начинается вот эта сдвижная дверь. Из минусов по данной двери. Дверь не снабжена никакими замками. Крепеж полозья двери выполнены из алюминиевого... Этот, как его называется... Прямоугольной трубы с прорезью поверху. Вот, показываю. Кстати, обратите внимание на стекла. Обратите внимание на стекла. Это очень не характерно для бюджетного российского производителя. Который экономит обычно на всем. И вообще не заботится о подобных вещах. Дверь сдвигается вот таким макаром. Имеется резинка здесь на двери. Но вот она уже... Ну, видимо, это технологическое отверстие. Технологические эти, как его называются, разрезы. Потому что... А может быть, это уже среда эксплуатации. Не могу сказать. То есть, в принципе, если это дело производства серийное, то вот таких вещей, конечно, при технологических быть не должно. На катере установлена морская антенна. Секунду. Нажму на паузу. Ну, вот уже приехал владелец катера. Забирать его. Взади мы видим козырек. Вот, смотрите. Показываю. На козырьке в данном случае использовано стоит сигнал. И стоит антенна для... Морская антенна, насколько я понимаю. А может быть, речная. То есть, здесь надо изучать диапазон. В кокпите, соответственно, есть два сидения. Откидывающихся. Вот в этом вот небольшом кокпите. И оно снабжено леерным ограждением. Пойдем в каюту. Из минусов, огромный минус. Каюта очень низкая. То есть, в принципе, вот я здесь стою, согнув голову. Это... Ну, это еще раз говорю. То есть, катер имеет небольшую ширину и длину. И поэтому здесь такие вот вещи. Ну, соответственно, лавки сделаны бюджетно. Кресла стоят самые бюджетные. Вероятнее всего, подразумевается, что будет раскладываться и организовывать два спальных места. Внутреннее пространство очень напоминает Беллу. Только сделано все, конечно, настолько дешево, что просто... Ну, вот... Ну, очень дешево. На место рулевого, опять же... Ну, вот сейчас я сяду на место рулевого. На месте рулевого, в принципе... Ну, тесновато. То есть, ну, как бы мне тесновато. То есть, для меня... Ну, вот я, в принципе, нормально держу руль. Но мне видно приборы. Мне видно обзор. Вот я показываю вам обзор кругом. Обзорность очень хорошая. Даже когда катер пойдет на глиссер, в принципе, обзорность не потеряется. Потому что, видите, вот все достаточно нормально в этом плане. Но не хватает места. Места не хватает капитально. Если бы он был шире... Вот, видите, вот... Это вот вся его максимальная ширина в данном месте. Полматрицы. Если бы он был шире сантиметров на 30-40 и выше кокпит. Ну, вот это... Хардтоп был бы выше. Вот это получается, ну, как бы... Все очень экономично. Если человека будет рост, допустим, 190 или близко к 190. Ну, вот ему здесь сидеть в этом катере будет вообще некомфортно. Потому что... Ну, вот у меня рост 178. Я практически... Вот у меня кулак помещается. Вот, смотрите. Видите, показываю? Вот кулак помещается только, сидя на месте водителя. А стоять я не могу вообще. Потому что только открыв люк. То есть, это вот... Ну, это, говорю, это российский производитель. Что же вы хотите? Ну, и соответствующим образом... Да, кокпит самоотливной. Вон, кругом отверстие для самоотливного кокпита. Двери. Двери работают. Дверь смещается вот таким макаром. Тоже снабжено резинкой. Но, говорю, со слов владельца катера, катер не течет. А так, музыка. Ну, здесь все как обычно. Говорю, но больше всего, больше всего в данном катере убивает его отсутствие места. И вот я надеялся... Я первый раз, если честно, попал в каюту этого катера. Я надеялся, что каюта будет выше. Вот эта вот хардтоповая каюта. Потому что, находясь в полусогнутом положении, ну, это неудобно. Но, говорю, это российский производитель. Экономия на всем. То есть, забота в первую голову не о будущем владельце. А о том, как... Как сделать лодку дешевле. Но, еще раз говорю, что при цене ее 350 тысяч рублей, ну, в принципе, все, наверное, очень достойно. То есть, на эти деньги она стоит. При этом, это, говорю еще раз, цена была новой лодки. Ну, вот мотор установлен в данный момент в Сузуки 90. Вероятно, его хватает. В принципе, говорю еще раз, лодка небольшая. Поэтому проблем особых здесь нет. Так что, вот. Пойду встречать владельца. Это вот вымпел 5400 МС. Можете иметь в виду, что такие лодки у нас тоже есть. То есть, если вы небольшого роста, если вы рыбачите в компании двоих человеков, либо вам надо перевозить двоих человек, потому что вот находиться здесь, это просто очень тесно. Это как это находиться в заднем этим... За задним сиденьем у УАЗика. Ну, вот из аллегории по пространству. Вот такая же собачья будка. Здесь находиться очень тесно. А так, во всем остальном, очень неплохой катер. Гилькоут на днище был хороший. Слой толстый. Но, говорю еще раз, по верхней матрице сказать не могу. Катер свежий. 2017 года. И в эксплуатации всего три года. Поэтому здесь все вот непонятно. Кстати, проход на нос только через двери. Других вариантов нет. Все. Марит, продолжение. Ну, вот только что я закончил обзор лодки в Эмпел 5400 МС. Надеюсь, ролик был для вас информативным. Для тех, кто выбирает между российскими... Все-таки копается на рынке российского производителя ввиду бюджетности, либо еще каких-то параметров. В принципе, лодка очень интересная в вашем плане. То есть, в принципе, ее можно рассматривать. Ее можно рассматривать в покупке. Но надо четко понимать, что это катер не для семейного отдыха. Это катер... Ну, его сложно назвать катером выходного дня. Потому что в катере выходного дня планируется, что семья, допустим, из трех... Ну, или группа людей из двух, трех, четырех человек может спокойно существовать в течение определенного количества времени. Здесь, если такая ситуация сложится, будут все просто толкаться задницами друг у дружки. Но, с другой стороны, когда на улице жара и можно выйти, и речь идет не о море, все-таки, а речь идет о реках, о озерах, то на нем можно покатать людей на ватрушках. Можно покатать... Покататься просто, получить удовольствие от покатушек. Порадовать свою женщину, детей и все остальные... Ну, вот подобные вещи. Поэтому, в принципе, с натяжкой можно его отнести к катеру выходного дня. Но в первую голову, это все-таки, на мой взгляд, это рабочая лошадка, которая должна, ну, вот, как бы... С редкими или с редкими выходами на рыбалку, которая позволяет, допустим, половить рыбу, передвигаться куда-то, или, говорю, вот, ну, устраивать покатушки, отдых, развлечение. Лодка, в принципе, говорю, как я только что вам показывал, сделана достаточно по корпусу, по наружной, потому что снаружи я вижу. Я не вижу внутри, я не могу ничего сказать внутри, я не разбирал ее. Сделана достаточно неплохо. Так что вот, если будет вопрос, вопросы, как всегда, можно давать на почту, почта 1серж23собакамейл.ру, обязательно всем отвечу. А так, спасибо за внимание, до свидания. До свидания.